С деятельностью территориального центра социального обслуживания населения Московского района жители нашего города больше знакомы благодаря проектам, направленным на поддержку молодых инвалидов. С ними проводится комплексная работа не только непосредственно на дому. Многие особенные ребята посещают секции и кружки по интересам в центре. Уже в конце сентября параллельно с молодежью здесь будут проходить обучение и люди золотого возраста. Для них распахнет свои двери новое отделение, образовавшееся как штатная единица на базе уже существующего клуба. Занять их, чтобы они были при нас, чтобы мы ими занимались, чтобы они чувствовали о себе заботу. На сегодняшний день у нас 16 клубов в позитиве. Я думаю, что с открытием отделения это будет немножко увеличено, может быть, количество. Сегодня в центре координируются графики занятий и программы обучения, которая в этом году получилась многоплановой и разносторонней. Как выглядеть красиво и женственно? Почему необходимо заниматься физической культурой постоянно? А также легко ли декламировать стихи? Ответы на эти и многие другие вопросы смогут получить уже первые слушатели курса. Встречаясь, мы растворяемся в творчестве наших любимых поэтов, читаем их стихи. Эти встречи обогащают нас, дарят радость общения. Эти встречи делают счастливыми наши дни, украшают наши будни. И, как сказал Асадов, кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Молодая красивая девушка – это чудо природы, а немолодая красивая женщина – это чудо искусства. И вот искусству красоты мы будем учиться. Откроется новое отделение в преддверии Дня пожилого человека. Сотрудники центра уверены, это обучение будет пользоваться спросом и привлечет в учреждения активных и целеустремленных обладателей золотых лет.